Стой! Хочешь играть с топовыми скинами Fortnite? Но Epic запретил донатить! Как ашоп? А может тебе это сделать быстро, качественно и недорого? Тысячи положительных отзывов, низкие цены, бесплатные скины за лайки, постоянные розыгрыши и акции. Перекоди в группу и убедись сам. Ссылочка в описании. Почему Факи Созом не замейнить? Ну, я думаю, Факи не будет мейнить Созом, потому что Факи играет слева, как минимум. Опа, панели, выйдет ли малыш реквест с локацией? Готовы? Выйдет ли реквест с локи? Да или нет, ставочка полетела. О, ебать, они нокнуть могли. А, не нокнуть, хорош. Отой вниз сразу, можешь вот отниз? Да, у меня мышка отключилась. Блядь. Дожди, блядь, у меня не залезли в комнате. Блядь. Блядь. Мышка у Типа, говорит, отключилась. Кстати, мне тоже надо зарядку поставить. Жизнь, блядь. Вы понимаете, они нокнули Типа, им надо сейчас побыстрее влутать резок хоть чуть-чуть и пойти въебать его за 3 секунды. У Типа отключается мышка, он стоит АФК, чили. Быстрее, блядь, у нас чили. Убегай, убегай. Идут, идут, бро, идут. Убегай, говорит, с туалета, нахуй, кричит, просто типулик. Меня писет, Кейди. С унитаза, нахуй. Зарядку пошел в унитазе искать. Убегай, говорит. Кейди, алло. Алло, алло. Блядь, я смотрю на его ебало и думаю, серьезно он говорит или сарказм. Вот я реально понять не могу, блядь. А ты не можешь, да? А где у тебя мышка, что? С одной стороны по ебалу будто рофлид, да и с другой стороны, нахуй, ну, мне кажется, навряд ли у него хватит айку на это. Блядь, я хуй знаю. Типа непонятно, рофлит он или нет. Типа это максимально, нахуй, непредсказуемый человек. Максимально непредсказуемый. Ну, наверное, рофлит. А тип до сих пор провод не нашел, тем не менее, блядь, сорок с... Эээ, уже две минуты сидит АФК. Кайфует. Тут фри... Тут вообще фри сюрж, фри хилы, фри ресы, блядь. Чел АФК сидит, отдыхает. Нормально. Вот они, беспроводные мышки ебучие ваши, блядь. Но вообще перед турниром я считаю, что это пиздец безответственность перед турниром не зарядить мышку. Тем более, когда ты ФНК сыграешь. Блядь, у меня какие-то глюки, мне будто кто-то ходит в пати. Почти норм пчелов сотреть. Но сейчас посмотрим, выйдут они с локации или нет, и закроем. Ну, можно почекать иногда тут просто, блядь, может контент на вебке, бля, возникнуть. Тут типа 90, блядь, процент, 99,9% стрима, это АФК. Но тут иногда может вылезти контент. Лютый. Просто его надо дождаться, как говорится, знаешь. Я думаю, можно посчитать, что с локации они вышли, потому что они уже съебались куда-то в другой дом. В принципе, они от неё отошли. Ну ладно, если пиздец сейчас получит, то не считается. Но считайте, что это ещё локация, всё равно. По факту, этот дом входит в локацию. Да входит, но это не честно, типа, какой вышли с локации, но они ещё в ней, по факту. А факту они, блядь, на 3 метра. Ой-ой-ой, хорош, ебать, кракнул. Неплохо, объебался с тактика. Пизда ему, без шансов. Пизда ему, без шансов. Пизда ему, без шансов. Молодец, хритин, говорит, нахуй. Нормально. А вот куда нет, нахуй. Да, какой вышли с локи, это не считается, блядь. Он на 3 метра, блядь, в дом забурился. Это вообще не считается, это не честно, блядь. Блядь, тут тип стрим оффнул уже, я смотрю. Настримился, нахуй. Киберспортивный стрим, ссором в команде, типы пишут. Давайте проверим, что тут произошло, блядь. Стрим. Найс. Мне тоже неприятно. Я у тебя 5 минут, чтобы он стрим, или я на весь голос сару за предку. Я вот так вот делаю, братан, ну всё, сразу всё произведение. Нормально, типы, нахуй, играют. Типа, ебать за плак, говорить за предки оращу, будет, если будет стримить. Охуеть. Не, на самом деле, это пиздец манипуляторы и абьюзеры. Я считаю, что такого тиммейта нужно слать нахуй, если тебе тиммейт запрещает стримить. Я бы такого тиммейта сказал, иди нахуй. Типа, ебать, это какой-то манипулятор самый настоящий, знаете. Абьюзер, нахуй, манипулятор, а не тиммейт. Не, ладно бы он ему говорил, не бухай, ебать, перед катками. Это ещё нормально, но, блядь, не стримить, типа, ну такое. Бля, прикинь, мужчина, я разохоем, у нас просто, приходим, у нас просто человекеет начинает, как тогда. Брая, охуя. Просто лучшие игроки начинают. Ну, чел повёлся на манипуляцию. Ну, ровно, туре, похуй, он может и следующий фанкэс, вот это вот стримов эти за хуйней. Эм. Давай в игре, да, кстати, пойдёмте уже в игре посмотрим, я думаю, в игре есть, за кем можно поглядеть. Ваня, кей, блядь, четыре игры сыграл бы, пока что они топ-4, но за ними посмотреть мы не можем. Эм, сейчас за кем-то из СНГ, кем-нибудь, ёбарим, посмотрим. За фьюри, фейрхантер, гроулз, мммм, малибу камерстайз. За кем-нибудь из них я посмотрел, конечно, но я их почему-то не вижу, таблички. Арсенчик, блядь, это как раз-таки вот, пацаны. Ааа, хорошо, кстати, в них пошло вначале, пиздец, 100 поинтов, с хуем, это типа, ни хуйня вообще. Утрика, сколько у них поинтов? Утрика дефолт, я тоже посмотрел. Сколько у них поинтов, скажите? Сколько у них ПТС? 126? Утрика дефолт, да, я их вижу, но, к сожалению, не могу смотреть за ними катку. Сейчас пробую через ПВИ обновить. Раньше бы ты еще подумал, начинал подрубать или нет. Некая незримость. Про урок, та же, что ценится им в медийности. Нет в медиа, не в рук. Я думаю, раньше бы ты еще подумал, насчет подрубать или нет. Ну, по факту, и в организациях тем более. По факту, типа, если ты не медийный чел, то тебя, даже если ты супер-ёбарь, может не подписать организация. Это важно. В идеале ты должен быть и ёбарем и стримить. Типа, показывать свой уровень игры, показывать свою игру. Потому что, если ты этого не делаешь, то, к сожалению, кандидатура твоя падает на 70% точно. Условно говоря, если есть киберспортсмен среднего, ну, как, вот, Тир-1 киберспортсмен, там, без онлайна вообще. И если есть, допустим, киберспортсмен Тир-2 с онлайна, там, 2000, если он будет, если это еще и киберспортсмен, нахуй, то, очевидно, подпишут, блядь, Тир-2 киберспортсмен с онлайна 2000. И пишут, не хочешь аргус его делать? Да, конечно, правда. Есть несколько миллиардов рублей, чтобы чисто было на что содержать игроков и организацию, в целом, буткеп, и всю хуйню. Я не знаю, за кем посмотрел. О, найс, нашел моллибука с дефолтом путриком, к сожалению, не могу, потому что они в катке. Можно взять все время район, справа внизу, не обязательно заходить в бурю. Что-то справа, снизу, внизу. Грано, что лучше обновить для форта процс или бедюху. Проц, проц, всегда говорю, проц. Что значит Тир-1 и Тир-2 игроки? Ну, я думаю, Тир-1 игроки это те, которые на крупные турниры квалятся всегда. Это вот, например, моллибука, Томас, это Тир-1 игроки. А Тир-2 игроки это те игроки, которые квалятся на турниры, допустим, через турнир хотя бы. Ну, то есть, они квалятся на турнир, но это как в моем понимании, в Фортнайте именно Тир-2 игроки. Это те игроки, которые квалятся на турнир, ну, раз в два турнира квалятся, условно говоря. Гросс Тир-2, но вообще, я думаю, да. Я бы не сказал, что это Тир-1 игроки, потому что, потому что они не это. Тут сейчас Тир-2, тут сейчас Тир-3, блядь, или Тир-4, мне кажется, игрок. Когда в последний раз турнир квалился на турниры, но только вот соло он выигрывал, предерник сдавал, атак. Тут сейчас Тир-3, Тир-4, блядь, где-то. И тиммейта у него еще там уже нету. Но если считать по соло турниром, потому что он на него квалился и в любом случае брал лимикс, то он где-то Тир-2, Тир-3 игрок, если по соло турниру. Но так как турниров большинство дуо, и они самые пиздатые-то дуо, то Тир-3, Тир-4. Тут сейчас Тайланд меняет. Да ладно, пусть отдохнет, типа отдыхать надо, сейчас новыми силами вернется, как начнет гибать охуеть от жизни. Банни Кек умер, он в этой катке, что ли, был? Как раз из-за этого, видимо, я посмотреть за ним не мог, потому что он уже... Не, я его не вижу, я вижу тут Малибуку в этой катке. Если Туз Тир-4, то я какой Тир? Ха-ха-ха. Ты Тор вообще нахуй. Блядь, ну Тир. Да ты последний раз хвалился куда-то. Но если судить объективно, то... Ну вот, ладно, Туз будет Тир-3 игроком, потому что он хоть какой-то Ерникс получает, то Тир-4 получается как раз вот Тор уже. Ну как-то так, я думаю, можно расценивать. Конечно, в Фортнайте сложно судить, но если считать вот по общим турнирам за последние, там, месяцев 6, Мерстач с Малибукой в одной катке, серьезно, Мерстач здесь, но я знаю, куда Мерстач падает, поэтому я могу даже не искать вот таблицу, а просто открыть его вот здесь. Мерстач Тайсон действительно с кем-то хуярится еще. Тора 45 кбаксов в Ерник. Нормально. Тор заформил больше, чем я Ерникса, блядь, в свое время. Не, я чат вообще... Я вообще в Тир игроков-киберспортсменов не вхожу в принципе. То, что я там взлутал Ерник на турнире Фри Билд, это хуйня. Я не вхожу в ни в какой Тир киберспортсменов. Я не... Меня нету в Тире. Но Тир 4 это те киберспортсмены, которые пытаются... Тир 3 это киберспортсмены, которые берут Ерникс хотя бы раз в 3 месяца хоть какой-то, блядь. Хотя бы раз в 3 месяца хоть какой-то. Тир 4 это киберспортсмены, которые пытаются взять Ерникс, у которых раньше был большой Ерникс, и они в целом почти, что так сказать, квалятся в финалы. Условно говоря, вот это Тир 4. Нормально разложил? То есть Тир-1 это те, кто в каждый финал въебывается, абсолютно в каждый. Тир-2 игроки это те, кто через финал, допустим, въебывается, то есть сегодня не квалюли, завтра квалюли, словно говоря. Тир-3 это люди, которые берут Ирникс, но редко, там в течение двух месяцев, трёх. А Тир-4 это те, кто киберспортсмены, которые почти квалятся куда-то, но не могут, у которых есть там Ирникс какой-то. Вот так. Я думаю, заебись. То есть Тир-3, но убил Зиру Ирникс. Получается так. Да нет, но Зиру Билд я не буду включать вообще в этот список. Ну хотя, если бы сделали турниры на крупные деньги Зиру Билде, бля, если бы сделали турниры на Зиру Билде крупные бабки, я бы мог зарабатывать нахуй на Фортнайте и жить. Я бы мог больше не стримить никогда, а просто Зиру Билды хуярить. Если бы за Зиру Билд там давали за топ-50 тысяч, 10 тысяч долларов, а за топ-1, бля, по 100 тысяч долларов, ебать. Можно было бы вообще нахуй жить на этом. Реквест Тир-1? Брат, реквест, блядь, Тир-0. Он не в каком-нибудь Тире. Его нету в Тире, потому что он... Не выигрывает. Аксалектус, я тут. Мэдмакс. Прощай, брат, опять Иксалектус. Лучшее имя на моем стриме. Чат, никто не хочет Иксалектуса разъебать. А то каждый стрим уже получененький. Я тут. Спасибо. Фил, ты мне писал по поводу баннера, я думаю, и так нормально. Согласитесь, чат все больше, в принципе, не стоит. И так видно. Просто если будет больше, то будет глаза мозолить и раздражать. А так, когда минимально, нормально выглядит. Но типа все равно все видно. Я идеально вижу. Не знаю, как на стриме, но мне кажется, все видно. Даже с битрейтом, типа. С обычных турниров и 10к долларов зеро бил. Сплэш взял. Блядь, это прикольно на самом деле. Нарвана продался на скам за ебаную мышку. Брат, ты реально думаешь, что разместить у меня рекламу стоит мышка? Как минимум. Во-первых, я не рекламирую скам. Начнем с этого. Но казино не считается. Казино, я всегда говорю, не играйте в принципе. Типа, вы будете долбоебом, если будете играть в казино и проебете свои деньги. Только на лишние деньги играйте в него. Типа, казино это по факту, типа, ну, рандом ебаный, в котором, скорее всего, вы проебете. Об этом я всегда прямо говорю. Кто вершит судьбу человечества? Зеро бил ты бам по поводу вернигану по фактам для аргии. Лекое незримое существо. Так и есть, что хуй результат, значит, я первый сезон. Зеро бил ты бам, а по поводу вернигану по фактам для аргии. Да, конечно, Тор, ты не играл сколько времени. Я думаю, все в твоих силах. Все в твоих силах. Так что я думаю, про свое время нет смысла мне говорить. Ну, конечно. Все в твоих силах. Бля, я вот думаю, в стиме, может быть, продать вещи в стиме и пооткрывать сундуки. Жестко как-нибудь. Тут 50 кейсов вот так, как-нибудь там, плюс-минус. 100, 100 кейсов там. Это не жестко пишет, тысяча, бля. Бля, ну я же не аллигатор, чат. Для меня 100 кейсов это уже пиздец. 100 кейсов это сколько рублей? Особенно, когда стим нельзя пополнять на русские деньги. Это 18 косарей в натуре, бля. Это пиздец. Кэски в кэски, в доте это неинтересно. Но у меня казахский стим уже. У меня уже казахский стим. Я уже знаю, как пополнять его. Но там комиссии пиздец, все равно. Хотел спросить, ты сам готовишь, иду заказываешь. Но я иногда сам готовлю, но в основном Юля готовит. Когда как, иногда заказываю, иногда сам готовлю, иногда Юля готовит. Всегда по-разному. Вот сейчас я думаю, в лире донат в два раза меньше стимит. Да, только в лире ты хуй пополнишь стим, только если через людей. Я вот думаю, пельмени поставить вариться, блядь. Вот это был бы балдеж. Сейчас ставочку въебать на молебу кого-нибудь и воду поставить на пельмени. У меня есть два варианта пельменей. Я вот думаю, какие варить. Сейчас голосовать будете, блядь. Сейчас я принесу, могу вы мне, скажите, какие варить. Фу-ка, варианта два. Вот такие сварить, блядь? Или вот такие? Вот это первый вариант. С маслом каким-то, блядь. Но их тут мало, пиздец. Это второй вариант. Но вот эти я не ел давным-давно уже. Я думаю, может их въебать. Какая-то упаковка, блядь, малая. Ну ладно, сварим первые. Поставил воду, короче, на пельмени. Что за долбарик под моим ником в чате пишет? Фил пишет. А-а, спасибо. Под моим ником в чате пишет. Мам, я стримлю, если что, у меня 5000 онлайн. Пожалуйста, не спали жопу, как обычно. Да, все, окей. У меня что, в трешдоме? Сыка, я хуе, блядь, с этих стримов, если честно. А-а-а, типа... Ой, ебаный снич, вы посмотрите на это. Что происходит в прямом эфире, блядь? Вот почему он офит стрим, потому что играет, как крыса, нахуй. Анализ, ставку на молебуку. Сделает ли молебука килл в доме? Да или нет, ставочка полетела. Let's go. Поздравляем вашу трансляцию хуня. Ладно, блядь. Блядь, парни, обошли дом. Ебаный рот. Волнобанов 5000. 5000 и Волнобанов полетит. Волнобанов стоит 5 косарей. Это платная услуга теперь. Сука, сейчас хуя, какой-то долбоёб. Ребен, 5000 донатит, блядь, чтобы Волнобанов в чатике пролетело. Я бы не удивился, блядь, ни капли. Если честно, наверное, даже. Кстати, Бен теперь опять косарь. Вы сделали модераторы Бен косарь? Потому что фильмов уже 4 осталось, это уже не 9. Поэтому, в принципе, косарь нормальная цена. Да, найс, всё гуд. Бен теперь как раньше. Не-не-не, обычной пастой Волнобанов не летит. Ебать, в Малибуке проблемы. Пошёл дропчик залутать. Но, пацаны, пиздец, как не хотят ему его отдавать. Кстати, ставку на нет закрываю. Хуяк, ставочку на нет давайте. Ставка на нет. Закрыл. К сожалению, в Малибуке зона не прокнула дальше. У него хотя бы есть молоток. Поэтому, в принципе, я думаю, ему похуй. 5 перчёных, 1,5,6 миники в 6 плэшей. Много пуль. Бегают с автоматами с прицелами. Ну, как я говорил, бля, всегда на трех хард-турнирах юзают эту хуйню. Ебать, у него, кстати, меч хоть пиздатый. Остается клёво. И звук приятный. Какое нахуй наследствие, Капибар, блядь? Здесь, блядь. У меня одни Капибары в чате теперь. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Тёма, привет. Все забыли, а я помню. С днём рождения, ебать, Тёма. Спасибо большое. Что, и хоть кто-то вспомнил, что у меня сегодня день рождения и поздравил донатик. ПГС Яни Ивэл. Нахуя он забеймил? Работяга ему просто подарил по факту лут. Подарил сплэши. Сколько сплэши он подарил, ну-ка. Подарил фиолетовый дробовик, подарил два сплэшика, подарил рез, и теперь у них фул рез благодаря ему. Они ещё и беймят. Вот так вот че свои ебаные на молебуге. Ему просто так подарили лут, как говорится, а он ещё и беймит. Такие вот дела, блядь. Номеровано, что делать, если отключился процессор в видеокарте. Доставит реологическую цепочку в промышленности, космической деятельности страны под названием Китай. Че ещё делать? Это логично. Молебуге въебался, просто парвается бокс парню, блядь. Проходит сквозь стенку и всё равно отходит от него. Решил ему внуться в зону, забить на него хуй. Правильное решение, нахуй он нужен. Ну, типа 20 хп, он падает вниз, проебался с жампадом, блядь. Он перком хилится или че? Почему он так долго живёт? Возможно, спрейли бы перк. Нормально. Ладно, хорошо, блядь. Раз вы нападаете на стримера без единой на то причины, ещё и в его день рождения, пишите цок и один каблучок, а не целую длинную пасту. И тогда я нахуй раздам. Один каблучок, ебаните в чат. Вот эта паста, это для хлюпиков. Если вы не боитесь отлететь, как говорится, в этой волне, то только один каблучок и цок. Потому что по пасте хуй попадёшь. Нет смысла даже на мышки тянутся. Вот так можно напасть, нахуй. Опа, понеслась, родная, нахуй. Пошла раздача, блядь. Ой-ёй-ёй, блядь. Хорошо пошла раздача, нахуй. Держите, блядь. Блядь, что-то типупер мач не въебал, потому что это первое сообщение в чате. Нормально, 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 нахуй. Пошёл отлёт, блядь. Ой-ёй-ёй-ёй, как хорошо, ебать. Триплкил въебал сейчас. Ой-ёй-ёй, квадрокилл выебенил. Ой-ёй-ёй, даблкил. Куда? Слабо? Слабо! Даблкил, триплкил, пентакил Хорошо, хорошо, хорошо Фух, ебать У меня рука забилась, пиздец Ебать-то кликать сложно Все, я заебался, нахуй Люсяту пережил Рука забивается, пиздец Вэлф, походу, дело уехал, блядь Похоронили модератора, али Один модератор тоже Про пельмени помнишь? Да, я помню, брат Я воду поставил, она там, блядь, пока закипит На этой ебаной конфорке электрической У меня дома была газовая На ней закипала пиздец, как быстро А тут электрическая хуйня На ней закипает, блядь, пиздец, как долго Тут надо ждать год, чтобы вода закипела Я найтбота погасил, да ёп твою мать Самое хуёвое, это когда я найтботов тушу, блядь Да, я в курсе, я в курсе Фу, блядь, в курсе В курсе, что молебука сыграет с мерзачом в катке У меня батя Тарков играет И еще он даже недавно снял видео на YouTube Нормально И никнейм, я так понял, на твиче твоего батя, блядь Камрад, камрад Еще на сайте его надо включить, да ёп твою мать Сейчас включу Все, готово, активизировал вроде бы Все, мой бот дальше батрачить начал Проверьте, работает, нет Да, работает, все отлично Закипи воду в чайнике, залей кастрюлю Блядь, гениальная хуйня, кстати Почему-то я не додумался до нее Да похуй, я не тороплюсь поесть пельмени Могу попозже это делать Вам не забыть про них вообще, в принципе Сколько пельменей обычно варится Бульмени с маслом, сколько варятся Блядь, там после закипания же считается Сука, хуй знает, когда они закипят опять Десять минут это после закипания Или после того, как ты их закинул в воду, клуба Блядь, после закипания Как мне следить за закипанием Их мешать надо, если что Кстати, в пельменях нашли кишечную палочку Блядь, реально, я тоже видел такую информацию Поэтому не брал никогда И что-то сейчас страшное их есть Надеюсь, в моих не будет кишечной палочки А разве кишечная палочка не умирает Если их сварить? Нет, ей похуй Серьезно, блядь? Да я вообще слышал про то, что в пельменях нашли кишечную палочку А я их сейчас варю Пиздец, блядь Нахуя вы мне напомнили? Как мне сейчас их есть? Пиздец, блядь, блядь Пиздец, блядь, блядь Нормально, молибука, ебаный лакер Опять, слышали, еще есть Кстати, парень в лейте 156 поинтов Но до топ-1 еще далеко Я у кого-то видел уже 156 поинтов По-моему, у Лео, если не ошибаюсь Это было примерно час назад В пельменях Блядь, у меня как раз такие А, дети, а как Сальмонелла умирает? Загуглите, как убить Сальмонеллу НТ для молибуки остался у него 1 тиммейт Мерсач живой в катке Нет, Мерсач тоже сдох Поэтому Томас соло керрит молибуку Смотрим в прямом эфире, как он это делает У него осталось 500 дерева 0 железа Закидывает с флешкой Еще и захиливается от кильчика, ебать Просто Ариц из космоса приходит Я же говорил, что молибука, блядь С сотрудниками эпигеймс общается Сальмонелла, у тебя 5-10 минут Притепятую 7 градусов Все, что Сальмонеллы в внешней лиле Крайне высокие Они остаются при камчении засолки Однако погибают в криптечении И при прямом воде Ультрафиолетовые лучи Я все пиздаем Я их тоже сварю и съем тогда